доброе утро мои хорошие мои любимые мастер приехал к нам снимать замеры двери кухонной потому что я и не довольна на узкое вот сделаем пошире чтобы прямо максимально широко сейчас размеры снимем и вот тогда можно быть заказать ее уже все-таки мне не нравится что она столько узкая я стал по старому сила с замером и вот надо вот на смотрите насколько можно шире сделать даже кирпич этот убрать и балку брать 75 я вчера вообще был ну да вчера вечером всюду мы накоптился уже соседы уже отметили все дела спать звонок из монастыря из вас здоровы сергей вы не можете к нам приехать у нас тут беда водой заливает дети кираны крутили ваша поливалки все льет и меньше не станет еще девятьсот восемьдесят так все да да ну на порога тут нету не порог должен быть почему нет а нет порог тут должен кто-то комнатах не порог из рисовала порог с порогом нарисуйте а то я могу то есть будет широкая даже удаляя кирпичиков отлично все спасибо туда можно заказать заказать уже те дожди то не было как белых показываете дайте народу покажем какие хорошенькие грибы какие-то три белые просто далеко ходили и не надо ни дождей ждать ничего там вдоль канавок какой грузовой как и хорошенькие ой 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 кристина посмотри а это подосиновик а это какой что это это просто труд ты лишь какие хорошенькие пойдем за грибами с тобой я тоже хочу немедленно шикарный финал такая корну прелесть ой лисера надо нам с тобой тоже собраться куда-нибудь да вот отдадим мастеру тазик тазик что нам рыбу привозил рыбу почистили холодильник убрали рыба была великолепная совершенно но мама я начистил она у нас холодильнике стоит чтобы она не в этом ящике без виноградного вина она поглощалась абсолютно просто на камеру поглощать свидетели спасибо я в холодильнике теперь много но такая в этой чашки как теперь она долго спасибо большое да на связи конечно сюда не да уже хочу сейчас вчера еще хочу сама должна найти хоть что-нибудь что же я совсем ну да то есть вы готовы выдать свои грибные места так сегодня знаете чего будем делать сегодня будем с вами на скорую руку варить суп и щавель от такой летний легкий суп чем у меня щавель вот такой не знаете с пакете сколько очень красивое сало с лавровым листом в местном магазине купила морковку почистила пару луковиц сейчас буду топить сало вот в этой кастрюле натоплю его сделаю обжарку покажу вам все будет очень все быстро летний такой суп быстренький простенький теперь морковь на крупной терке лук просто кубиками теперь морковь с луком мы на этом сале который на такие ли обжаре и сразу заодно будем мыть щавель 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 кстати надо сразу поставить вариться пару яиц потому что щавелевый суп хорош с рубленым яйцом но кто как любит я люблю со сметаной со свежей конечно его теперь помыть надо вот такой вот душ удобно для макия подобных вещей промывать надо его хорошо потому что он там может посохнуть и вспомнить он немного обжарили теперь заливаю это водой специи и картошку картошку тоже кубиками просто буквально за несколько там 10-15 минут суп вот такие четыре наверное картошеньки свежие сейчас на эту кастрюлю яйца уже поставила вариться щавель мы ты сейчас мы его покрошим тоже порубим картошку вот такими кубиками тоже теперь рубим щавели когда здесь все готово уже он сварен тогда последнюю секунду отправляем туда щавель весь всю эту пачку большую вот и теперь я порубила вот так вот этот щавель и теперь его весь в кастрюлю весь этот веник и вот он только закипит одно мгновение сразу выключаю плиту и снимаю с огня чтобы не убить эти микро не микробы витамины он чуть-чуть меняет цвет сейчас закипит его отставлю немножечко он настоится вот и все пятиминутный суп теперь порублю яйца туда сметану и вкуснота и красота у специи обязательно соль и перца и красота вкусно между прочим очень он такой кисленький обязательно раз за сезон можно такой супчик отведать но я очень люблю вот яйцо порубила вот так вот мелко теперь сметаны и яйца ну вот ребенка можно кормить такой вот суп на скорую руку летний легкий и очень очень быстрый добрый день мои хорошие теря мукаллит мы рады всем кто заглянул на наш канал сегодня мы на чистком озере на нашем любимом озере лето продолжается красота тепло ночи стали конечно немножечко темнее немножечко прохладнее но все равно лето еще идет полным ходом вода теплая погода природа жить и радоваться сегодня мы пришли на озеро и взяли с собой пакетик сейчас я вам покажу пакетик набрали туда арбуза сливы винограда это такой лайфхак для тех кто не знает как впихнуть своего ребенка фрукты наберите на озеро на пикник вот они едят ну так вот такой легкий фруктовый букбанк на озере я кстати хотела вам показать какой у нас здесь совершенно вот такой белый мелкий песочек вот некоторые спрашивали какой там песок или что-то у нас очень мелкий мелкий он такой прям очень красиво сейчас покажу вот смотрите совсем такой вот вот белый 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 и ракушки здесь еще только нету и совсем вот такое когда еще от ветра ветер как пролетит вот этот все он такой становится знаете как волнечками такой беленький красивый я в каком-то ролике и так и называют до сих пор что это эстонские мальдивы на правда очень красиво вот бусы вам еще хотела показать смотрите какие сегодня цепила это я стены рифе привезла с канарских островов вот этот черный это застывший вулкан лава вулкана а это вот их камень оливин вот эти черненькие это тоже застывшая лава с вулкана красивые такие легкие и вот видите это это лава бусы вулканического происхождения застывшая лава здорово а это оливин и опять лава судя по тому как кристина вот так вот то приседает она вот вроде окунулась как-то что-то она не очень чуть наверно это вода ребята спустилась на берег ребята сказали на берегу что вода сильно бодрит надо идти пробовать кристина так это все как я в детстве знаете на руках на ногах ползает а живот воду не сует он так я в детстве делала когда мне было холодно но здесь на просто знаете сидите смотреть вот это можно просто сидите смотреть здесь душа отдыхает глаза отдыхают как представлю что снова в город ой нет городе есть конечно свои прелести цивилизация там сети блага города куда-то съездить сходить чего-то посмотреть такое уже цивилизованных но здесь конечно свои прелести но как-то людей не очень много купается наверное она прохладная вот знаете это ни от чего не зависит вот стоят вроде прохладные дни и даже дождь и все и придешь вот на это озеро как только солнышко проглянет сунешь ногу в воду она теплая или стоят наоборот теплые дни вот такой ветерок и все и и отлично она раз и холодная вот что-то пригоняет какие-то пласты я не знаю здесь какие-то свои законы то есть это совершенно не зависит не от того что тут жара и теперь она теплая вот ничего подобного хулиганистый ребенок ай не надо менять пистолет ужас как вода-то теплая ай кристин ой руки вверх сдаюсь ты баловница моя ой хорошая штука такая этот пистолет ой пойдемте тоже на воду шо ж мы с вами что ли не пойдем что ли ой да теплая я кристина сдаю сразу руки вверх ай здесь какой-то прямо мель или остров в океане о 1 и мелко было глубоко тут рук раз и мелко как пирог торт сцена кому что нравится ой какая мелкая какая теплая у господи прелесть какая теплота красота ой теплы а между прочим за моей спиной он там видите облачка то такие серьезные идут нас равно вода теплая хорошо когда немножко облачность это даже хорошо потому что если так всеми жарить найти тяжело все время лежать загорать все время только в воду бегаешь как-то она даже не остужает а когда вот так чуть-чуть заходит и тогда это вообще самое то ой хорошо людей уже много в воде куда забрела совсем глубоко кто со мной ныряет первый кто смелый ты ныряешь ну давай покажи класс но давай ныряй мастер-класс от кристины как надо нырять ой глубину побежала но добавили смотрят зрители на тебя видали вот так то вот так то у нас здесь на чутском молодец кристина держи свой пистолет я может тоже так сейчас хочу а я чет все как-то нет все хожу все не решусь сейчас эти самые самые первый раз вот этот когда в живот я и в детстве вставала на руки подгибала живот и на коленках ползала все надо мной смеялись а я так спасалась от несчастных родителей которые заставляли меня это в эту воду пока вот привыкнишь эти первые моменты потом красота даже знаете второй раз когда заходишь или купальник уже не вы но не такой сухой да и как-то и гораздо легче но это первый раз окунуться до то самое конечно поглубже зайти что первый раз он сложный самый кристине хоть бы что вам кристине а то я сейчас сразу еще знаете как ну вот все с вашей помощью и еще знаете нельзя заходить но я во всяком случае не могу заходить тогда когда облачная этот погода мне она как-то тоже солнышком зайти солнышком вы выйти а так хорошо присоединяйтесь ко мне ой хорошо балдеж давайте вместе нырять лето продолжается погода теплая еще целый месяц лето а потом наступит не менее красивая осень некоторые люди даже вот вы пишите мне да что я люблю больше осень кстати где-то да она в своих красках своей красоте с дарами все эти фрукты овощи грибы в лесу и вроде еще и тепло да это вот золотые ковры я тоже очень люблю этот и все люблю знаете как говорят нет плохой погоды есть плохая одежда вот может быть это действительно так ведь любой погоду можно и ездить и купа не купаться но гулять во всяком случае точно в любую погоду я знаю таких дам очень пожилого возраста но прямо сильно 70 плюс или даже 75 плюс которые вот в таллине прям одевается каждое утро несмотря на погоду и проходит там как свой маршрут какой-то там 5-10 километров несмотря абсолютно ни на что представляете и в лерц это когда снег с дождем там и и снег и дождь и что и и таком возрасте и такие молодцы люди боже мой как вот самое страшное это выйти из дома от самый вот этот первый шаг а потом это отлично ну что поплыли поплыли сейчас покажу вам чего набрала у меня как-то здесь вот на озере тоже проще идут фрукты нежели дома осадить какой виноград шикарный виноград он правда с косточками к сожалению уже лень даже выплевывать но такое нахрустки такой он знаете кожура не толстая и хрустит он кусочек мало люди пошли купаться косточки я сложу сюда в отдельную коробочку чтобы не брать здесь на пляже знаете ли не хочется заплевать некрасиво будет вот такие слива тоже очень хорошо целый пакетик такой взяли и арбуз вот почему-то арбуз почему-то арбуз на озере вот он вкуснее всего вот прям такими крупными дольками и взяла такую маленькую одноразовую вилочку чтобы выцарапать эти семечки вот такой у нас ассортимент сегодня набор у нас будет мукбанг с фруктами с озера вот почему-то на озере вот лучше всего это все идет после купания фрукты угощайтесь все у нас тут только нету арбуз роскошный плантации дачной я помню как в анапе краснодарский край мы были там несколько раз и вот там это бахча смотри такой же пост касался еще будем и вот эти арбузы там но просто на каждом шагу к огромной горой как они ой какие не вкусные там знаете даже просто середку и ешь остальное то и не надо мышь тут выцарапываем все отрезаем все это обгрызаем а там то не надо там середку скушал да и все смотрите как у нас стало темно никаких вам белых ночей все это кончилось и абсолютно темно мама боже мой господи как напугали какой кошмар салют кто-то пускает боже мой я сюда пришла вышла чтобы вам дать послушать как тысячи я не знаю сотни тысячи звонарей в воздухе наверху святые угодники боже мой что здесь творится как здесь значит сотни тысяч позже у меня отшибло в голове все когда все эти выстрелы отшибли у меня в голове что я должна была сказать так вот я хотела вам дать послушать как эти сотни тысяч значит звонарей гудят в воздухе они прямо как гул и потом через несколько дней ташу вашу мать через несколько дней они упадут все прямо на землю и так вот будут здесь везде ползать они вот какой-то влаги идут и вот в общем ничего мне из этого не вышло зато салют вышел салютку допускать на берегу что ли так внезапно прям ужас страшно вот хочу чтобы ус услышали бы их да ё-моё слушать этот всех перепугали я первое перепугали всех кого могут что там за праздники такие непонятно вот вдалеке там красивый закат вот небо на кадрах кажется светлой на самом деле здесь все темно это как-то камеры просто передает темно темно плохо тут уже все уже нету никаких белых ночей камеры немножко подбирает и в общем в небе вот это взвесь и она гудит и не электропередача вот эта вот линия что у нас здесь нет это совсем другое они вот особенно гудят но как-то я не могу вам ничего дать послушать потому что здесь стреляют охота у нас здесь идет с лампочки горят эти все на как-то шумно главное не послушать снимаю мама спрашивает что они стреляют не отстреливают лето здесь медведи это салют в этом году нет я только слышу что вот на озере видимо в этом году отстрел медведи разрешен вроде сколько то их там количестве шестидесяти трех штук что лилик особей или двести шестьдесят три ну как-то в общем нет не двести двести же нет шестьдесят три вас прошлом году было как-то вроде меньше что их развелось надо действительно они стоят около дороги голосу да бывали такие случаи вот вы рассказывали что ехали на машине вот вроде в наших краях и едут и все все какой-то мужик впереди голосуют и голосуют на дороге подъехали этому же медведь на задних лапах молодой вот дурачить я по-моему рассказывала об этом уже не дурачиться а просит подвезти до берлоги до ближайшей пасеки медовые он хочет своей медведицы а он загулял на пасеке или в малиннике медведицы а он